Дороги как опасное приключение. С приходом весны и постоянными переменами погоды, дорожная обстановка накалена до предела. Автолюбители не рассчитывают дистанции, пешеходы забывают о безопасности. Как итог, множество ДТП и мелких тычков. Наиболее аварийным стал вторник. На Соболевой горе автоледи не справилась с управлением, машину выбросила навстречу, где ехал внедорожник. Известно, что виновница аварии начинающий водитель. Она получила права в сентябре и, видимо, ей не хватило опыта. Ее авто разбилось в дребезги, а сама она получила легкие травмы. Хозяин иномарки не пострадал. Однако зачастую пострадавших насчитываются десятки. И вот данные статистики. С начала этого года в Оренбурге произошло 130 ДТП, в которых погибли 10 человек. В авариях пострадали 22 ребенка. На этой неделе в ГИБДД города всерьез обеспокоились. Там собрали совещания с участием директоров школ, а также руководителей предприятий, которые организуют перевозку людей. Основный вопрос – как сократить аварийность и сделать дороги более безопасными. Мы зачастую, как обыватели, привыкли, что правила дорожного движения относятся только к тем, кто получает специальное право на управление транспортным средством. Нет. Правила дорожного движения всех участников дорожного движения. Немало вопросов к перевозке школьников в сельской местности. Детей довозят до трассы, а дальше за них якобы никто не отвечает. Автобус останавливается на трассе по ходу движения, то есть с правой стороны. Ребенку, это первый, пятый класс, необходимо перейти трассу. Вы как себе это представляете? Сидит ответственное лицо от образовательного учреждения в автобусе. Телефон играет. Телефон играет. Ему дети не нужны. Но это мы играем с судьбой в русскую рулетку. То есть сегодня он перешел, завтра он может не перейти. В итоге автоинспекторы начали сами обучать школьников правилам дорожного движения. Занятия получаются не только познавательными, но и развлекательными. Уходите из автомобиля, следую через правую дверь со стороны. Совсем скоро в российских школах может появиться официальный предмет ПДД. Сегодня правила дорожного движения детям нужно знать не меньше, чем, например, таблица умножения. Определенные самые основные моменты правил дорожного движения. Просто ребенку уже отложатся на уровне подсознания. И в случае возникновения какой-то экстренной ситуации на дороге, просто на уровне подсознания у него включится то правило, которое педагоги ему туда вложили. Но, однако, пока всем участникам движения необходимо надеяться не на случай, а на знание ПДД и взаимоуважение. Уступил ты сегодня, пропустит кто-нибудь тебя завтра. Александр Ефанов, Екатерина Киселева, Вадим Доминов. При содействии ГИБДД. Наше время. Продолжение следует.